О том страшном дне, когда Ольга Киселева получила травму, она помнит до сих пор. 30 лет назад от той опасной командировки она отказывалась как могла. Руководство домостроительной компании «Азад» все же отправило ее в другую страну вместе с маленьким сыном, которого не с кем было оставить. В пути женщина попала в автокатастрофу, после которой осталась инвалидом на всю жизнь. Теперь ее постоянными спутниками стали протезы. И мы, я как поняла потом, как мне рассказывали, машина взгромоздилась на ту машину, в которую мы врезались, вот как конь, понимаете? Туда она вот въехала, в него. И вот та машина, которая была гружена швеллером, это металлические прутья, арматура для строительства. Вот эта арматура проткнула наш КАМАЗ, вот где мы находились, насквозь, как гвозди водителю все сюда, а то, что я лежала, мне по ногам. Меня это только спасло. Только через 20 лет после той катастрофы пострадавшие посоветовали обратиться на предприятие за компенсацией. Тогда же она узнала, что незаконным путем ее перевели на другое предприятие, а все вопросы по возмещению ущерба посоветовали решать через суд. Ольга Константиновна подалась, и только после судебных тяжб наконец-то добилась компенсации в одну тысячу сомов. Сейчас получилось то, что мне не выплатили ни единоржайное пособие, мне не дали никаких видов помощи тогда, когда я попала в эту аварию. Представляете, единственное, что они сделали, это, конечно, после того, как я полгода там лежала в больнице, и меня уже сюда привезли с ампутированной ногой и вот таким вот аппаратом Элизарова, на этой ноге год стоял Элизарова. Они считают, что после этого нога у меня целая и здоровая, хотя она совсем со смещением вот так вот кости стоят. И вся у меня нагрузка, конечно, не на протез, а на вот эту больную ногу. Ну, что я хочу сказать. Все эти годы, вы знаете, у меня была проблема, как мне поставить на ноги и себя, и сына. Потому что на меня они выпихнули меня, и все. Мне некогда было разбираться с тем, что они со мной сделали. Для меня был дорог мой сын, потому что у него начались проблемы после этой аварии. Это ребенок. У него начались проблемы с психикой. Мне очень долго пришлось не только себя восстанавливать психически, но прежде всего моего сына. Этого никто не знает. Этого никто как будто бы не видел. Год назад женщина обратилась за помощью в правовую клинику Аделет. Теперь профессиональные юристы помогают ей бороться за свои права. В настоящий момент она получает пособие по инвалидности, как человек, не обладающий работоспособностью на 80%. Но со своим недугом женщина, конечно, не может найти работу. И получаемых от государства денег тоже не хватает. У Киселева, знаете, составляется ампутационная культа голеницепарова. Это называется 60%. А контрактура голеницепарова есть у него. У него 15%. Вот за это. У нас тоже по степени тяжести мы определяем степень утраты. Какой степень? Мы специально, есть у нас формула определения вот этого. Ну, компенсация, это знаете, компенсация его по заключению кардиолога, сам курортное лечение, его Киселева противопоказана. Вот. По заключению кардиолога. Потому что у него, в данное время у него страдает его, это, сопутствующая болезнь есть у него, а его сам курортное лечение противопоказано. Ну, остальное, что есть, дали этими. Протезирование есть, эндопротезирование. Основным это, травма у него, вот, получилась. Это как производственная травма, у него утрата, вот, в этом постестепене мы дали правильную. Вот и получается, что в нашей стране инвалид, получивший увечья на производстве, не может рассчитывать на достойную компенсацию от предприятия без длительных разбирательств в суде. Сейчас Ольга Константиновна просит Фемиду установить через Минсоцразвитие степень утраты ее профессиональной трудоспособности как стопроцентную, а ту самую корпорацию АЗАД все же возместить вред здоровью. А вот как отреагирует на ее законную просьбу суд в нашей непредсказуемой стране, утверждать пока никто не берется. Ну, прилично выехали.